Мне бы хотелось бы от вас еще раз довести до жителей, которые обслуживает управляющая компания «Гарант», что мы взяли с 1 мая все дома на обслуживание. Это 32 жилых дома. И поясняю, с 1 марта те дома, которые обслуживает компания «МГУК», они перейдут на наше управление с 1 марта. Это сколько домов? Это 141 дом. Надо понять для жителей, что такое компания «Универсал». Компания «Универсал» – это городская управляющая компания, это муниципальное предприятие нашего городского поселения. Решение, я хочу сказать, что это было выстроено, это решение. Это принималось решение не один месяц. В конечном итоге было решение сделано в таком порядке, о создании данного предприятия, проведении в нем всех необходимых элементов реструктуризации, о внесении изменений в уставе и так далее. Поэтому данная компания имеет полное право обслуживать данные дома. Передача жилого фонда от МОП «ГУК» и МОП «ГАРАН» производится согласно выпущенному главой города постановлению. Всего в управление новой муниципальной управляющей компанией «Универсал» поступит 178 домов. В основном это дома ветхого жилого фонда. 42 из них – 1917-18 годов постройки. Дома, которые обслуживали две компании «ГАРАН» и «МГУК», сотрудники этих компаний сейчас все переходят в компанию «Перейдут», согласно трудового законодательства, «Перейдут» в компанию «Универсал». Поэтому я и пригласил на наши мероприятия главного инженера Василия Ефимовича Кириченко, чтобы люди достаточно знают главного инженера, наших техников, мастеров, наших рабочих, всех, которые обслуживают данные дома. Поэтому, если эта компания новая, то сотрудники там все имеют колоссальный свой богатый опыт по обслуживанию и знают этот фонд. Перед новой ЮК, в штате которой 35 человек, стоит непростая задача по обслуживанию ветхих домов. В 2014 году некоторые из них удалось частично отремонтировать. Деньги на это были выделены и из резервного фонда главы города. В 2015 году средства на ремонт ветхого фонда поступят из бюджета города. Сотрудники новой ЮК «Универсал», которые работали в предыдущих управляющих компаниях, от которых передается жилой фонд, обещают сделать все возможное для поддержания ветхих домов. За два с половиной года мы смогли отремонтировать, капитально отремонтировать крыши на 47 домах. На некоторых домах, количество их где-то около 18, мы отремонтировали фасады зданий. То есть, благодаря людям, которые мне помогали, которые не давали покоя ни руководству управляющей компании, не давали покоя руководству администрации, значит, мы с вами смогли это все преодолеть. Хотелось бы с пониманием, чтобы наши жители верили, что мы за эти зарплаты, которые нам сегодня достаются, а нам эти зарплаты достаются от содержания текущего ремонта, но, в всяком случае, будем не только стараемся, но и сильно будем стараться, чтобы привести этот фонд в надлежащее, как говорится, русло.